Соскучилась по твоей очаровательной улыбке. А-а-а, я поставил брыкет. Я надеялась, что ты продемонстрируешь. Да. Не, ну их особо не видно. Я не то, что улыбчивый поэтому. Ну а потом, когда я выровню зубы, я обрежу рот себе больше. И буду сильнее улыбаться. Один из последних отзывов, который мне очень понравился, охранник в моем доме смотрит «Чужие письма». Считает, что, в общем, очень неплохое шоу. Но у него есть рекомендации. Давай. Давай. Мы только его рекомендацию выполним. Охранника из твоего дома. Вот. Он говорит, что ему кажется несправедливым, что так много людей нас смотрят, а проблемы мы разбираем только нескольких людей конкретно. И что он предлагает? Ну как-то шире тему раскрывать. На что я ему сказала, что наша первоначальная идея была в том, что даже разбирая те проблемы, которые, казалось бы, не имеют к тебе отношения, и обсуждая их, мы можем помогать людям задуматься и о чем-то, что важно для них. Это раз. А два, я хочу сказать, что вот, допустим, сейчас у нас три письма, да, будет в этом выпуске, и как минимум есть еще по пять писем с такой же проблематикой. Я иногда читаю письма, и у меня ощущение, что стоп, я же его уже вроде читала. А потом я перечитываю, и я понимаю, что настолько похоже то, что написали, только немного другой возраст или там другая ситуация. Поэтому все письма, которые мы выбираем, как мне кажется, гораздо шире, чем, в общем, проблема конкретных адресатов. Так, смотрит охранник нас, да? То есть аудитория шоу, которого я придумал. Это неудовлетворенные женщины какие-то, да, пиздострадальческие, и охранники. Отлично. И для кого я брекеты поставил, Оля? Ну, для кого? Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, мы их все читаем, какие-то, может, даже обсудим. Ставьте колокольчик, чтобы знать всегда, когда вышло шоу. Ну и лайки, дизлайки, все приветствуется. А, и у нас есть Инстаграм, где можно найти чуть больше информации и посмотреть всякие нарезанные видосики. Здравствуйте, я парень, мне 21 год. Я обычный парень, который учится в университете и занимается спортом. Не скажу, что я мачо и ловелас, но отношения с девушками у меня были. Проблема в том, что внутри себя я никак не мог справиться с сильным чувством ревности. Ведь, объективно говоря, зачем ей нужен я, если есть парни и красивее, и умнее, и смешнее, и сильнее, и так далее. Почему девушка именно со мной, я не понимал. И вот вопрос, как справляться с чувством ревности. И еще один немного ответвленный вопрос. Как научиться принимать себя таким, какой ты есть? Заранее спасибо за ответ. Любви и здоровья. Мне кажется, ключевой, зачем ей я, когда кругом столько красивых парней. Не кажется ли тебе, что это звучит странно? Ну это очень, да, это прям очень неудобно. И такие парни красивые кругом. Зачем тебе я? Почему именно я? Я же такой заурядный. Не, ну чувство, скажем так, самосомнений, это неплохо. Но в каком-то, в таком количестве, наверное, уже не через чур, я имею в виду. Ну мне кажется, через чур, когда тебе кажется, что так много красивых парней. Ты куда клонишь, Ольга? Ты куда клонишь парня? Куда ты его клонишь? Ну у нас же все анонимно. Если бы хотел, он бы написал, не? Ну слушай, а мне кажется, тут, в общем, все защитные механизмы налицо. Мне кажется, мне кажется, я думаю, что он находится в такой немножко подростковой гомосексуальной фиксации. И это не значит, что это ничего не говорит о его ориентации. Мы много раз говорили, что в подростковом возрасте девчонкам лучше с девчонками тусоваться, ребятам с ребятами, потому что еще страшно. Ну и дружба самая крепкая возникает, потому что, в общем, мы испытываем симпатию к противоположному. И когда у парня с годами остается вот эта вот фиксация, и как будто бы немного... Ну то есть ты смотришь на другого парня, да? Ну вот как ты определяешь, что он настолько красивее и прикольнее тебя? Значит, тебе он должен чем-то нравиться, да? То есть он должен тебя привлекать. Опять же, я не говорю о том, что там ориентации конкретно, но что-то вот в нем есть такое, что заставляет его засматриваться на других парней. Смотри, что ты со мной делаешь? Они же такие классные. Вот. И второе, ну то есть ревность, да? Мы же уже обсуждали, как строится ревность. Что ты хочешь сам что-то, и ты проецируешь это в партнера. Один из видов ревности, да? То есть вот посмотри, как много красивых парней. И он вкладывает это в нее и искренне вот представляет, что она точно так же на них смотрит. Вот. Ну, я уже понимаю, что тогда вполне логичен второй вопрос, как научиться себя принимать. Слушай, и еще там есть одна причина, по которой можно думать вот об этой подростковой фиксации, это мачизм. Ну, то есть чем больше парень показывает, какой он брутальный, какой он мачо, какой он мужественный, тем больше мы можем думать о том, что это какая-то защитная реакция именно его внутренних сомнений. Или того, что он внутри, да, обнаруживает, ну, в общем, какой-то там боится подумать о том, что другой мужчина может у него вызывать какие-то странные для него... Слушай, ну, вот это мне более близко. Мачизм. Из всего того, что ты сказала. Да, как будто в этом ключе, ну, вот в этом ключе разбора вопроса я готов согласиться, потому что, ну, если вспоминать себя в 20, 21, 22, там, 25 лет, да, что-то такое присутствовало, конечно. Конечно, это была такая конкурентная среда, в которой ты, ну, как-то пытался находить себе место, знаешь, занять вот эту вот иерархию там какую-то. Ну, понимаешь, что были какие-то мужики, которые ты читал, это на первом месте. Это олимпийские чемпионы. Я максимум, там, знаешь, ну, внутри страны какие-то соревнования там и так далее. Ну, то есть в этом ключе ближе. Правда, я тогда не совсем понимаю, типа, вопрос, как ревновать. Ну, типа, как перестать ревновать. То есть он сомневается в себе, да, считает каких-то парней привлекательнее, чем он, и из-за этого, типа, ревнует. Нет, ну, смотри, есть ревность, которая строится на том, что тебе самой нравится твоя подруга, и ты ревнуешь своего мужчину к этой подруге. То есть это проекция. Это так устроена психика. Ты считаешь свою подругу лучше, чем ты, и поэтому ты думаешь, да? Нет, она тебе нравится в сексуальном плане. Она тебя привлекает. Ну, все верно. Да, и, соответственно, даже вот тут как раз нет вопроса, кто лучше, кто хуже. Ну, если тебя привлекает другой там сексуальный объект, не значит, что он там лучше тебя, а ты хуже его. Тут как раз строится на другом, не в неуверенности себя, а в том, что у тебя он вызывает определенные чувства из большей или меньшей степени осознанности. Ну, то есть ты же как бы не думаешь, если ты гетеросексуален, да, то есть тебе не приходит в голову о том, что ты смотришь на эту женщину, и она вызывает у тебя сексуальные чувства. То есть это тебе не очевидно. Да, если ты женщина, тебе это не очевидно. И тогда ты вкладываешь свое желание, это проекция называется этот механизм, в своего партнера. И тогда ты начинаешь его, да, его... А он, может быть, вообще даже в ее сторону не смотрит или не в ее сторону смотрит. Но это твоя личная фонтанция. Блин, ну, чем ты больше сейчас говоришь, тем больше я утверждаюсь в том, что, ну, да, возможно, есть какие-то вопросы в плане ориентации, я имею в виду, парни. Да, или это стадия, на которой он... Помнишь, я говорила, что есть у нас разные стадии развития, да, и если вот что-то на этой стадии произошло, и ты ее прошел недостаточно плавно, то происходит некая фиксация. То есть это остается, знаешь, как такая, типа, горящая лампочка в голове, именно касаемо этой темы. Вот в подростковом возрасте это гомосексуальная у девочек и у мальчиков стадия одна из, с которой мы проходим. А потом, ну, в общем, по-разному может быть, но вот ощущение, что он вот немножко там вот как-то в этом месте сострял. Поясни сейчас для совсем тупых наших зрителей, что ты имеешь в виду вот эта вот гомосексуальная стадия, потому что сейчас у нас в стране все, что гомосексуальное, это значит уже гомосексуализм, я имею в виду. Гомосексуальная стадия в подростковом возрасте у мальчиков и у девочек, когда ты испытываешь более яркие чувства представителям своего пола. А, это безопаснее, да, и Б, эта среда тебе пока понятнее. И в это время строится самая крепкая дружба. Ну, и С, это не значит, что ты гомосексуалист, правильно? Нет, конечно. Да, тут проблема в том, что парни 27 год. Ну, вот я тебе и говорю. Нет, ну, во-первых, сейчас эта стадия смещена. Ты имеешь в виду, что смещается, типа, вот этот подростковый возраст, если раньше было брутальное общество, это было 12-14 лет, сейчас, типа, гораздо позже? Хорошо, тогда, блин, ну, все, видишь, я вначале был противник того, что может быть речь об этом, но теперь как научиться себя принимать, понимаешь? Ну, я думаю, что тут... Нет, слушай, научиться себя принимать, это понять про себя, что, ну, да, возможно, вот есть и такие чувства во мне тоже. И с этим может столкнуться каждый. Ну, то есть, когда ты об этом... Чувство ревности, ты имеешь в виду? Ну, чувство ревности к своему же полу. Ну, понятно, я про это и говорю. Чувство ревности партнера к другим представителям. Я думаю, что если... Ну, то есть, есть ревнивые люди, сильно ревнивые люди. От этого страдает и партнер, но больше всего страдает сам человек, который ревнует. И вот одна из идей, о которой можно подумать, если ты вот такой вот ревнивый, ты же страдаешь в этот момент. Конечно. О том, что, может быть, тот, кому ты ревнуешь, своего партнера, нравится тебе самому. Так. Подумай об этом, и, возможно, ты сможешь как-то по-другому переживать эту ситуацию. Так, смотри, проецируем сейчас на мне. Я буду подобный кролик. Давай. Я парень, у меня есть девушка, я ее очень сильно ревную. Да. Но, как мне кажется, если мы говорим про супер ревнивых, они ревнуют ко всему. Понимаешь? Ревнуют к тому, что она пошла на какую-нибудь, может, тусовку с подругами. Это же не значит, что тебе самому нравится эта тусовка, и ты так бы хотел на ней оказаться, что ты начинаешь ее ревновать. Но есть просто безапелляционные ревнивые, которые, может быть, настолько не уверены в себе, что им кажется, что если их партнер просто вышел на улицу, то вероятность того, что он встретит кого-то лучше, чем ты в тысячу раз, один. Понимаешь? Ну, то есть... Это другой вид ревности. Это параноидальная ревность. Параноидальная, да. Окей. Это другая. Я же сказала, это один из видов ревности. Тогда поговорим про то, что ближе. Да, параноидальная. Я парень. У меня есть девушка. Или появляется девушка. Да. И я периодически к конкретному какому-то парню... Именно к этому парню. Да, конкретно ревную. Это значит, что мне, как парню, ну, как человеку... Ну, есть два варианта, да? Возможно, у них есть взаимная симпатия. И ты, как человек чувствительный и небезразличный к ним, это замечаешь, да? Так, понятно. Тут обоснованная ревность. Ну, абсолютно. Ну, как будто бы, да. Но она любая обоснованная. Но если ее нету, я ревную ее конкретному парню. То есть, получается, что я считаю, что этот парень лучше, чем я. Соответственно, я думаю... Нет. Ну, а почему ты считаешь, что он лучше, чем ты? Ну, по каким-то может... Потому что он тебе нравится. Ну, может быть, не он конкретно. Может, мне нравится, ну, условно, в широком смысле, то, как он выглядит. Да. Такой типаж. Ну, имеется в виду. Он, например, высокий, стройный. Например, там, начитанный, я не знаю. Знаешь, я, как мужчина, завидую всем мужикам, кто умеет играть на фортепиано. Я прям завидую. Ну, серьезно. Я имею в виду, Иван Абрамов для меня, знаешь, такой антигерой для меня. Потому что он, ну, обладает всеми теми качествами, которыми бы я хотел обладать. Говорит это о том, ревновал бы я к нему свою девушку? Нет. Потому что при этом Иван Абрамов обладает еще определенными качествами. Ну, в которых, я считаю, я в тысячу раз лучше, понимаешь? Ну, ответишь. Да. Но это не ревность, это такая зависть. Да, это зависть. Но если бы он целиком, как образ, у тебя вызывал сильную симпатию, такой, еще он и на этом умеет. Ну, да, конечно, конечно. Еще и там выше меня, не знаю. Ну, я не знаю, какие у тебя там критерии, по которым ты выбираешь мужчин, которые притывают. Слушай, ну, ладно. Тогда, наверное, будет проще сказать, что парню 21 год, и у него сейчас, наверное, тот возраст, если вспоминать себя в 21 год, ты как будто каждый день должен был доказывать этому миру, что ты крутой, понимаешь? Сексуальность и такой, типа, ну, все женщины должны быть твоими, да, и так далее. То есть, если ты там не занимался сексом хотя бы раз в неделю, ну, ты считался импотентом, понимаешь? И внутри себя в том числе, поэтому. Поэтому, возможно, что у него сейчас просто вот это вот, ну, такая, как сказать, не подростковая, а вот именно... Ну, что-то подростковое в нем осталось. Что, возможно, раз он об этом пишет, да. Ну, короче, не утвердился еще. Просто я, как сказать, стал уверенным в себе как мужчину тоже очень поздно. Наверное, лет в 30. Наверное, лет в 30. Когда, знаешь, я такой, ну, все, Руслан, не надо пытаться трахнуть всех, кого ты видишь. Типа, можно успокоиться, понимаешь? Ну, в том ключе ты от этого не станешь хуже мужчиной там или еще чего-то. Иногда, наоборот, это я даже заметил. Знаешь, я в какой-то момент стал безобразно относиться к женщинам. То есть, я просто такой, типа, а ты вообще не подразумеваешь просто, как сказать, ну, какое-то взаимоотношение каких-то, знаешь? Ну, я не знаю, как я... Сам себе вопрос задался? Ну, в тот момент. В тот момент, да. Я такой, типа, эй, стой. Ну, то есть, как будто это было не про отношения, а про решение твоих собственных вопросов. То есть, второго не существовало. То есть, бездушные объекты тебе... Да-да-да-да. Да, ну, знаешь, был такой период, когда я думал, а, ну, с женщинами я вообще, кроме секса, никак не хочу взаимодействовать, понимаешь? Тем более, вокруг столько красивых ребят. Ну, я имею в виду, мы с тобой просто дружим. Но было бы это 10 лет назад, когда мне было 30 или до 30, понимаешь? Я бы смотрел на тебя и думал, так, надо вот это все снять и надеть на себя. Не, ну, это важный вопрос, слушай. Но я вспоминать ли... Я думаю, из-за этого возникало и чувство ревности, знаешь? Даже, ну, как сказать, в отношении девушек, которые не являлись твоими партнерами на, типа, в отношениях, понимаешь? Как будто бы я подсознательно ревновал всех вообще. Слушай, ну, мне вот это, то, о чем я сейчас говорю, вот этот вид ревности, он мне прям вот максимально ложится по ощущениям. Я понимаю, что я 99% буду ревновать к женщине, которую я сама считаю привлекательной. Да, конечно, конечно. А если я ее, там, из сотни, именно ее считаю привлекательной, то, очевидно, она меня чем-то привлекает. И тут речь не о прямой гомосексуальности в плане, что... ориентации человека, а в плане, что, безусловно, в каждом из нас есть... Понятно, что очень много, очень трудно многим это принять. Считается, что женщинам принять идею, что тебе, ну, может как-то быть очень симпатична другая женщина, вроде как попроще, чем мужчинам. Считается в патриархальных обществах, у мужиков, типа, ну, у вас все понятно, что там просто киски лежите и все. Нам прям члены сосать. Это, конечно, ужасно. Ну, в общем, да. И многие мужчины чрезмерным вот этим мачизмом, чрезмерной демонстрацией своей брутальности в одежде, в поведении, они как будто пытаются... Ну, видимо, тогда отсюда идет вопрос, как принять себя. Возможно, он понимает, что он не такой. Ну, понимаешь? Нет, я думаю, что он не до конца не понимает, какой он, да. И его пугают, может быть, какие-то мысли, чувства. И мы можем сказать, что это все нормально. Мы все испытываем разные чувства в разной степени интенсивности к своему и противоположному полу. Есть как есть. Точнее, я далека от идеи, что нормально, что ненормально. Все-таки психоанализ, он больше про исследование, да, а не про оценки. Мы скорее исследуем, как это происходит. Исходя из исследований, ну, в общем, и тот, и один пол, и другой могут испытывать разные интенсивности чувства и к своему полу, и к противоположному. Поэтому важно этого не пугаться, потому что мне кажется, что вдруг ты, будь то в этой подростковой фазе, почувствовал, да, что-то в себе, что тебя напугало. Или вот сейчас его это смущает. Можно так загнаться и напугаться, что потом ты всю жизнь будешь всем доказывать, что ты никогда в жизни не сомневался в своей ориентации. Блин, у меня не было проблем насчет ориентации, но, как ты говоришь, загонов было выше крыши. Я говорю, я успокоился очень сравнительно недавно, знаешь, относительно своего возраста. И то, возможно, потому что все-таки меня там показали по телеку, я сделал телепередачу, какие-то гештали я закрыл и внутри себя успокоился. Не факт, что, возможно, я бы не успокоился. Хотя, с другой стороны, если бы этого всего не было, я бы уже, наверное, там и женился, и дети бы были, знаешь. И вот это свое неуспокоение я бы попытался спрятать вот в этом общественно понятном. Понимаешь? Как я говорил, у меня там есть товарищ из прошлого, который приезжал там пару лет назад ко мне в Москву, и он говорил, у меня жизнь прекрасная. У меня работа, подработка, какая-то там недвижимость я сдаю в аренду, жена, дети, любовница, все шикарно. Понимаешь? Я подумал, что, о, прикольно, любовница уже входит в перечень удачной жизни вот этой, понимала? То есть, если ее вычеркнуть, какие-то мужики с периферии такие, э, там все нормально у тебя стоит, ты член, ты там у тебя любовница вообще есть, понимаешь? Жена как объект сексуального влечения, типа, вообще не рассматривается. Любовница? Все нормально, значит. Значит, не пидор. Блин, так неправильно говорит, да, пидор? Это состояние души, типа, человека, его поступки. Значит, не гей. Ну, я ненавижу, когда там, знаешь, наше общество в целом, мне кажется, немного грубовато. Да, оно грубовато, поэтому мы сейчас сильно там протестуем в гомосексуализм, даже в Конституцию там пытаемся вписать, чтобы этого ничего не было. И мне немного непонятно, когда говорят, пидоры, я против пидоров. Так все против пидоров? Я тоже против пидоров. Я не против гомосексуалистов, но я сильно против пидоров, понимаешь, поэтому. Зачастую те, кто против пидоров, сами пидоры, вот я про что говорю. Так, как принимать себя таким, какой ты есть? Давай подойдем к этому. Но если ты будешь продолжать разгонять вот эти темы, то ему будет сложнее. Ну, ладно. Но это опять же, если речь об этом, господи, ну, так ему и так сложно, я-то при чем-то. Я рассказала, как я себе это вижу с психоаналитической точки зрения, да, про период, в котором мы все были. Кто-то там зафиксировался, кто-то не зафиксировался. Есть как есть. Исследуем, да, просто. Но как будто очень трудно удержаться в том, что в каждом из нас есть и то, и другое, да, и не свалиться в итоге в определение того, кто какой ориентации. Потому что речь же тут не про ориентацию идет. Нет. Речь идет о том, что есть очень чувствительные, все периоды чувствительные, да, но вот этот вот подростковый период, который, я еще раз говорю, гомосексуальный, он очень чувствительный, у тебя играют гормоны, и ты действительно, в общем, только изучаешь себя и свое тело. Это никакое отношение к ориентации, да, какого партнера человек выбирает, не имеет вообще. А мы опять, ну, то есть я подчеркиваю, что все время соблазн, да, после слова гомосексуальный период свалиться в идею того, кто в шортиках, а кто. Ну, мы же вроде пошире этого. Я про это и говорю, что тогда получается, наоборот, как сказать, для меня парень, ну, очень, типа, знаешь, как сказать, ну, достаточно рано осознает проблему как таковую. Потому что я еще раз говорю, про то, что надо принимать себя таким, какой ты есть, я гораздо позже подумал. Вот в чем дело, понимаешь? Я вначале сильно боролся с этим миром. Сильно такой, что у меня, я все, у меня, будет, блин, там, туда-сюда. Потом я только такой, эй, успокойся, типа, ну, все нормально, ты уже себя не поменяешь. Идея, можно же было прочитать это письмо и не идти в эти дебри, да, вот этой вот гомосексуальной стадии, не предполагать, почему у него так это происходит, и сказать, вот ты не уверен в себе, зайди в интернет, прочитай 10 лайфхаков, как обрести уверенность, да. Но у нас же передача не про это. Нет. Поэтому он все это описав, я ему говорю, что посмотри на это с другой стороны. И, возможно, возможно, ты переживал какой-то период в подростковом возрасте, и это вообще не твоя какая-то проблема, да. Но ты вот продолжаешь с этим бороться. Понимаешь, тебе уже 21, а ты продолжаешь показывать, какой ты брутальный, да, и непонятно, кому главное доказывать. Так он же тебя и спрашивает, как научиться принимать себя-то. Ну, с другой стороны, если ты понимаешь вопрос, ну, в целом ты понимаешь ответ тогда. Ну, типа, как научиться? Ну, вот только от тебя это зависит. Я имею в виду, нет такого, что так, надо вставать с утра и 10 минут перед зеркалом говорить, ты сам такой какой-то есть такой. Ну, то есть, главное, что ты уже понимаешь этот вопрос. Гораздо хуже, если бы не понимал этого, нет? И мне вообще кажется, что круто, если вот я сказала, что психоанализ лишен оценок, а это про исследование, что люди тоже к себе больше относились с исследовательской точки зрения. Да, конечно. Давай я вообще познакомлюсь сам с собой и узнаю, какой я. Потому что зачастую вопрос, как принимать себя, звучит от людей, которые очень плохо с собой знакомы. Поэтому как... На своем примере скажу, он, может быть, будет вульгарный, но я постараюсь. Да, ну, ладно. Я лет 30 такой, Руслан, надо читать книги. По разным причинам. Но в целом я такой, ну, типа, надо читать. У меня там сформировался круг друзей, который был очень начитанный и продолжал читать. Мне кто-то там, скажем так, из знающих, типа, ну, как мне казалось, сведущих людей там в плане творчества и юмора, сказал, что я, ну, я, знаешь, задавал банальные вопросы. Как лучше шутить, там, и так далее. Мы говорили, типа, ну, как один из вариантов, больше читай там и все остальное, да. И я начал читать, и я такой решил, все прочитаю. Знаешь, все и сложные книги, вообще, в первую очередь, сложные книги. И я вначале тоже и как будто и с этим боролся, понимаешь, что я буду читать сложную литературу. А потом в какой-то момент я читал братьев Карамазовых. И страница на 70-е я такой, Достоевский, иди в пизду. Пока я тебя не понимаю. Понимаешь? Отложил. И сейчас я решил читать только Ремарка. Потому что он в меня супер попадает. Но как будто бы, знаешь, я тогда думал, что если я буду всем говорить, что я читаю только Ремарка, все такие. Блин. Конечно, там просто все понятно. Он пишет простая литература. Понимаешь? Ну, вот это было желание быть таким. Ну, что да. Ну, братья Карамазовых. Конечно, там речь идет. Я не знаю, о чем там идет речь. Не знаю. Я не понял вообще. Так что в этом ключе тоже, типа, я себе признался. Мой, на данный момент, мой автор Ремарк. Мне он очень нравится. Он мне попадает. И там, типа, даже если это не, что там, что там умное? Кастанье, да, вот это все дерьмо, которое я вообще не понимаю, что там читать. Но это, как мне кажется, безусловно, он хороший автор. Ну, то есть ты хочешь сказать, что это как будто часть принятия себя, перестать что-то делать вопреки или делать для кого-то, или чтобы выглядеть чем-то в глазах более компетентно. Самое главное, да. Перестать стесняться того, что тебе нравится. Тебе что-то нравится, но ты думаешь, что это как будто, ну, знаешь... Причем это очень важно, если продолжить твою мысль. Если тебе, ты нашел то, что тебе нравится, это тебя наполняет. Да, конечно. То есть ты находишь какой-то источник того, что, в общем, твою жизнь делает радостнее. Абсолютно верно. А пока ты делаешь что-то для других, то ты еще и не наполняешься, и все время вот против этих, как будто ветряных мельниц, непонятно главное, для чего и для кого борешься. Да. Так, я не пойму, это уже мем или до сих пор нам пишут очень странные люди? Не знаю. Ты была о чем речь? А, там опять мое имя? Да. Добрый день, Руслан и Юля. Вот это что это такое? Ну, обрати внимание на то, что это никогда мне не мешает выбрать письмо, если оно интересно. Ну, ты вообще, я не знаю, я завидую твоей закалки вообще, потому что это все бы, ну, как второй том «Мертвых душ». Если бы, у тебя есть дом и камин, да, было бы круто, да, чтобы ты, ну, не в электронном виде, а распечатку, что Руслана и Юля, пхух, горит. Окей. Если бы было много писем, которые начинались с Ольгой и Руслан, я всегда думала, вот его я точно возьму, потом читала, думала, ну, нет, ну, ребят, в другой раз. Лучше бы вы ошиблись. Я посчитаю, типа, как есть в нашем шоу. Добрый день, Руслана и Оля. Меня зовут Олег. Мне почти 30 лет. Моя история не совсем очевидна и во многом является полной противоположностью многим вашим письмам. О, интересно. В 16 лет я уехал из дома учиться и после учебы остался жить в другом городе. На меня никогда не давили с выбором института, работы, девушки и так далее. Сейчас у меня есть жена, дочь, друзья, любимая работа и в целом все хорошо. Но у меня есть ощущение, что мне не хватает общения с мамой. У нее есть страх, который, наверное, связан с ее опытом. Она делает все, чтобы не лезть в мою личную жизнь. И со стороны это может звучать здраво, но это уже переходит все границы. Все разговоры по телефону заканчиваются все. Пока я опять мешаю. Иди занимайся своими делами. Все уговоры приехать в гости заканчиваются ссорами, потому что она не хочет нам мешать. Забавно, да, что, ну, типа, уже ссора. Она боится, что вы поссоритесь, но вы ссоритесь из-за того, что она боится, что вы поссоритесь. А за наши редкие приезды не получается договориться до чего-то общего. Хотя мама говорила, что ее мечта бросить работу и воспитывать внуков. Чем дальше, тем мне все больше хочется быть со своей семьей в гармонии. Хотел спросить ваш совет. Как это можно сделать и нужно ли вообще это делать? Может, пройдет время, и я буду только вспоминать, как раньше было хорошо? Спасибо. Пожалуйста. О, ну вот это уже интересно. Какая разница, как он меня назвал? Классное письмо. Да, письмо прикольное. Ну, прикольно, что с точки зрения, да, с точностью до-наоборот, есть какая-то мама, которая панически боится что-то испортить. Ну, давайте, разбирайте. Я пока попью вино. Слушай, ну, как будто звучит так, что мама панически чего-то боится испортить, а я подумала о том, что, может, быть, мама хочет уже отдохнуть. А, это то, о чем мы тоже говорили, помнишь? Ну, да. Может быть, мама просто устала, может, мама хочет пожить своей жизнью. Может быть, там был еще один ребенок. Вот одного уже воспитал, у него уже жена ребенок. Потом он говорит, как наладить отношения с своей семьей. Дружок, мама уже не твоя семья. У тебя уже другая семья. Ты же говоришь, что с ними все хорошо. Зачем тебе налаживать? Ну, он же типа в общем, в обширном плане смотрит. Типа мама тоже часть моей большой семьи. В смысле с большой. Тогда как наладить отношения с мамой или с кем-то еще? Да, есть проблемы. Мы же это не знаем. Может быть, у мамы там еще есть, я не знаю, младший остался, за которым она сидит. Может быть, она только всех воспитала, наконец-то выдохнула. А там ее еще названивают постоянно. Ну, такое довольно часто бывает, когда дети, ну, сами фантазируют о том, как сильно они нужны. Если мама когда-то говорила, что она там мечтала уйти с работы, чтобы у нее были внуки, это совсем не значит, что она сейчас это хочет. Ну, что пришло то время, да. Что пришло то время. И потом довольно часто родители просят о внуках, а потом видят их раз в год. Я такие случаи слышал тысячи раз. Потому что когда родители говорят, что мы хотим внуков, мы не знаем, что у них в голове. Они хотят, чтобы они просто были или периодически видеть их по скайпу. А если у него в голове было, что сейчас мама уйдет с работы и будет сидеть у него в детской вместе с этим ребенком, то это совершенно не значит, что мама этого хотела. Ощущение именно такое. Интересно. А как так получается, у меня тоже есть гипотеза. Давай. О том, когда... Смотри. Примерно... То есть у меня есть ощущение, что это... Мама там всех любит. Просто вот она может давать столько, сколько она может этой любви. И сейчас мама, возможно, хочет отдохнуть. Об этом я уже сказала. Я думаю... Примерно обычно такие ситуации происходят, когда во взрослом возрасте дети начинают требовать мать. А он прям требует мать. То есть вот ему прям у него все... И друзья, и работы, и хобби, и уже своя дочка. А вот он пусть мама приезжает. Пусть мама приезжает. Ну, как будто немножко это странно выглядит. Есть фантазия, что до полутора лет мама была с ним. То есть вот самый период, когда достаточно хорошая мать была рядом, столько времени, сколько нужно. То есть вот он сформировался вполне классного парня. Потом там, вот я пример привожу, конечно, я фантазирую. В год и восемь мама выходит на работу. Он там уезжает к бабушке. Или он там находится, я не знаю, в ясный детский сад. То есть происходит для него резкая потеря матери, которой ему не хватает. Еще рано в этом возрасте, до трех, остаться совсем без этого объекта. И у него появляется вот этот дефицит. То есть мама есть, но мама может с этого момента быть довольно дистантной. Тут даже вопрос не в том, что мама выходит на работу, а что когда она приходит с работы, она уже переключилась. Переключилась на что? Ну, переключилась на свою обычную жизнь. Потому что мать может быть и полдня на работе, но возвращаясь, она может вполне восполнять, потому что она сама скучала. Да, у всех материнский инстинкт, гормоны и отношения устроены очень по-разному. Это распространено. Когда через полтора года она такая, все. Материнский инстинкт дает, я откормила, значит, все психикой наделила, а теперь я продолжаю жить своей жизнью. И тогда вот эти, я говорю, такие дистантные немножко отношения с мамой. О чем мне это еще говорит? У меня ощущение, что он как будто все это время выполнял указы мамы. То есть он прям хороший мальчик. Он хороший институт закончил. Он получил хорошую работу. У него есть хобби. Много друзей. Он женился. Уже наконец-то родил внучку. И он, знаешь, типа вот из этих полутора лет, когда появился этот дистант, говорит, мам, ну ты же говорила, что ты потом уволишься и вот типа со мной жить будешь. Ты где теперь? Понимаешь, да? Как, ну, условно говоря, такими широкими мазками может выглядеть эта схема. Ну, это уже сложно для меня. Это уже, знаешь, разряды колдовства какого-то. Ну, то есть я не могу это уже срастить вот в таком ключе. Ну, хорошо, давай. То есть мне как будто бы, если поверхностно смотреть, как мне, как обычному человеку, не разбирающемуся во всем, у меня наоборот складывалось в начале ощущение, что какое-то чувство вины у него есть. Ну, типа у него настолько все хорошо, а мама где-то там в маленьком городе, если он там, ну, переехал в другой, что ему кажется, что ей там плохо. Вот в этом ключе. Поэтому он такой, типа, так, надо в это хорошее еще и мать забрать, чтобы... Ну, окей, тогда это, ну, как бы, откуда фантазия, что матери плохо? Ему такая, я не знаю, откуда такая фантазия. Ну, бог его знает, слушай. Ну, наверное, потому что у него настолько все хорошо, знаешь? Или ему без нее плохо. Или ему без нее плохо, да. Ну, с другой стороны, он лишь говорит, что он достаточно рано из дома уехался. Он говорит там про 16 лет. 16 лет это рано, слушай, из дома. Ну, прям рано. И вот у него там все это получалось и так далее. Может быть, да, действительно. Тем более, это мальчик... А может, было так, что они с матерью... Ну, вот как я, например. Я помню, что у меня вообще с матерью, ну, при всем том, что я ее, там, люблю и так далее, у меня с ней не было отношений как таковых, знаешь? Не было такого, что я, там, целовал мать свою, обнимался или еще чего-то. У меня какое-то такое было воспитание, как будто я в суворовской семье жил, понимаешь? Не в училище, а в таком каком-то. Я просто все должен был делать. А потом, когда мать хотела меня либо поцеловать, либо проявить какую-то нежность, я, знаешь, начинал брыкаться. Типа с чего вдруг, да? Да, ну, не то, что с чего вдруг. Я такой, шай, вытирал там рот, когда меня целовали, или там то место, куда меня поцеловали, знаешь? Как-то в этом ключе. Поэтому... Ну, а сейчас тебе хочется восполнить дефицит общения с ним? Я, может, не знаю, я там, может, ну, неплохой персонаж вам для препарирования, психоаналитикам, но у меня вообще капецка хорошо одному. Вообще капецка хорошо. Я не говорю, что всегда, ну, типа, я, безусловно, рад видеть свою мать, там, и так далее. Но у меня в силу вот того, что как меня воспитывали, знаешь, в том плане, меня воспитывали не тактильно, а по большей части, типа, должно быть так и так. И я сейчас как будто в отношении своей матери смотрю и думаю, мам, ну, должно же быть так и так. У нас все хорошо, ты должна быть в хорошем настроении и счастлива, знаешь? Как-то вот так. То есть, когда мне говорили, ну, там, в детстве, что ты должен выучить уроки, там, не знаю, получить хорошие оценки, погулять два часа, ровно в девять быть дома и в девять-трис уже спать, грубо говоря. И у меня сейчас как будто такая же проекция. Я такой, эй, мам, ну ты че, все, куда хочешь, едь. Что хочешь, делай, что хочешь, ешь. Куда хочешь, трать деньги, там, и так далее. Но, ну, то есть, я пытаюсь, да, безусловно, там, говорить слова любви и так далее. Искренне. Ничего такого. Просто раньше было, что я искренне их чувствовал, но мне сказать было невозможно. Ну, то есть, я такой, мам, и все. Так что, может быть, тут из-за этого. Может, у нее такая же история. Мы же тоже не говорим, как там детство прошло у него. Ну, насколько он был близок с матерью в этом ключе, понимаешь? Не, ну, чем... Поэтому, может, он и в детстве не был с ней близок, еще и в 16 лет уехал. И поэтому, может, у нее сейчас возникает это ощущение, что... Слушай, ну, согласись даже представить, что вот дети, которые прям близки со своими родителями, когда они им очень нужны, они потом не то, чтобы, имея свою семью, без конца требуют родителей к себе. Наоборот, мы получаем 90% писем о том, как родители не отпускают, как они продолжают вмешиваться, понимаешь? А тут вроде бы, ну, ты взрослый человек, мама живет сама по себе. Видишь, он говорит, и когда она приезжает, не удается прояснить ситуацию. Ну, то есть, он продолжает настаивать, чтобы она воспитывала внуков. Ну, то есть, не прояснить ситуацию, как бы, с чем, да? Да, я тоже подумал, странно у вас. Вы и так, типа, напряжены, а еще, когда она приезжает, вы не то, чтобы там усложняетесь время пребыванием друг с другом, вы начинаете что-то еще и выяснять. Ну, а я тоже совершаю иногда такие ошибки, когда приезжаю к матери на дачу. Я потом думаю, так, я приехал там на двое суток с ней провести время, ну, в том числе и с ней. Вместо этого мы что-то сремся, как дураки. Какие-то темы политические, знаешь, там, не знаю, там, что ты. Вот ей там. Нравится Кадыров, мне не нравится, там. Я потом думаю, зачем я с матерью это выясняю? Ну, вместо того, чтобы какие-то вопросы. Ну, с другой стороны, она тоже молодец, она, знаешь, все время как-то что-нибудь задаст, какой-нибудь вопрос ей. Мать почему-то думает, что я должен быть в курсе всех медийных персонажей, понимаешь, всех. То есть, если я в телевизоре, значит, у нас там каждый понедельник есть какое-то общее собрание, мы там собираемся, рассказываем, что у кого, с кем, как, почему и так далее. Я должен маманке все это доложить. Но в целом, как бы, да, как будто, знаешь, Костя такой, мать, да хватит, просто давайте порадуемся и все. Зачем мы это выясняем? Тут как будто то же самое. Она приезжает на несколько дней и потом, так, мама, почему ты не хочешь быть с нами? Она такая, да елтвою мать, сынок! И все, вы не разговариваете какое-то время, нужно ли что-то с этим делать, вернее, можно ли что-то с этим сделать и нужно ли вообще что-то делать? Тут же люди так вопросы задают, да, как будто. Так, смотри, значит, четыре раза вокруг храма, потом на велосипеде 20 километров, прочитай Достоевского и все будет прекрасно. Ну, нет же таких ответов, да? Ну, таких нет, но, видишь, я придумала целое. А может быть, тут человек вообще отзовется что-то из того, что я сказала? Да, нет, ну ты как минимум там две-три теории какие-то выдвинула, да, об этом можно действительно подумать, да. Блин, круто, что... Ладно, с другой стороны, нам и не пишут таких писем, знаешь, я подумал, что, ну, типа, я давно не слышал максимально просто положительных историй, которые, знаешь, у меня все хорошо и вообще все хорошо. Нет конфликта, скажем. Да, все такие, все хорошо, но, потом но, там такое но, что это но, блядь, ну, знаешь, над всем все хорошо гораздо шире. Это, я думаю, со всеми же людьми так вообще, наверное. Слушай, ну, если нет конфликта, это неинтересно никому вообще. Ну, то есть конфликт должен быть во всем, чтобы это вызывало интерес, даже чтобы это просто дочитать до конца. Поэтому, что это за письмо, где... Не, я даже не в рамках писем, а вообще в целом каких-то историй жизненных. Все, что я вот так вижу, про кого-то я думал, о, у них вроде все хорошо. Потом выясняю, что такое, ну, знаешь, узнается, не выясняю, а узнается что-то такое, что ты такой. Вообще все было не так. Это прикольно сейчас было на подкасте у Мезенцева, где он говорил, что он представил, что если бы его персонаж снимал сериал, то это был бы сериал, где не было вообще ни проблем, ни конфликтов. У всех бы все получалось, все бы дружили. Было хорошо. И уже от того, как он это отписывал, уже становилось смешно, понимаешь? От того, что все идет своим чередом. Но из этого письма, если опять более общее посмотреть, то, наверное, если мы предполагаем, что этому парню просто не хватает мамы, а он прям искренне эту нехватку вкладывает в нее и, как ты говоришь, прям вот переживает, что она одна там сидит у окна целыми днями и вообще просто стесняется приехать, то в таком случае нам важно всем подумать, что когда мы так уверены в переживаниях другого человека, не нашли это переживание, не вкладываем ли мы именно свои ощущения в него. Вот как с предыдущим письмом, да? Мы ревнуем какому-то конкретному человеку и можешь в первую очередь подумать, что не партнеру нравится этот человек, а тебе, как будто та же история. Слушай, ну... Ну проекции кругом, знаете, проекции, они происходят. Слушай, ну ты все верно говоришь, но если брать, например, ну, свой пример за пример... Ага, я справился лингвистически сейчас. Моя мать. Она вроде бы говорит, мне все хорошо, мне все хорошо. Я говорю, мам, хочешь поехать в отпуск? Она такая, да нет, никуда я не хочу. Мне тут прекрасно все здорово. Ну, а когда я ее насильно отправляю, ну, условно насильно, она приезжает и говорит, боже, как великолепное было время. Я говорю, мам, пойдем в театр. Да ну, не хочу я в ваш театр, что я там не видел. Но когда мы сходили в театр, она говорит, как хорошо, что мы сходили в театр, понимаешь? То есть не всегда твои родители, ну, как будто, как сказать, искренне в своих желаниях, понимаешь? То есть никогда непонятно, типа, вот они тебя будут проецировать, да все хорошо у нас. Ну, все, у них все хорошо. Ну, типа вот. Ну, а как ты думаешь, это вообще стиль поведения человека или это поколенческое, что вроде нам ничего не надо, не тратьте на нас? Я думаю, это поколенческое, конечно, потому что эти отголоски, ну, вообще все понятны мне, я их там точно у мамы вижу, потому что она тот человек, я думаю, это поколение такое воспиталось, которое всего всегда боится. И знаешь, чем лучше у меня дела, тем сильнее она ждет, что, ну, они рухнут, понимаешь? Вот эта вот история, с ума сошел, зачем тебе такая машина ездила на метро, чтобы никто не видел там и так далее. То есть в этом каком-то ключе. Ну, и да, и она как будто такая, да не хочу, что-то в театр, ой, ты что-то сейчас выбирать одеваться, куда-то идти, ехать. Ну, знаешь, как будто в то время они этого не делали, в нормальном таком бытовом смысле, что там не было принято, как будто, ну, в Москве, может, и было, в Питере такие города, да, а как-то в других, мне кажется, не было принято такого, что каждую там неделю на кого-то сходить, там, ну, какой-нибудь театр банальный, кино, я не знаю, знаешь, там, ресторан, просто куда-то погулять. То есть все жили отпусками, не было такого. Слушай, ну, я думаю, очень многое зависит от стиля жизни, да? Это да. То есть есть активные в любом городе люди, которые, в общем-то, и сами... Ну, общественное же тоже влияет. Они же все работали на каких-то работах, правильно, общались с теми людьми. Раньше как будто дружились с теми, с кем работали. Вот еще что важно. Ну, вот, кстати, сейчас интересный пример того, что ты пытаешься какие-то свои идеи спроецировать в маму, да? Потому что мы же на самом деле не знаем, почему она... Конечно, конечно, конечно. Да, мы можем выдвигать... Ну, опять же, твои, да, какие-то идеи, которые ты... Нет, все верно. Я тоже на этом иногда осекаюсь, потому что я думаю, эй, ну, ладно, это ты так хочешь. Она, может, действительно так не хочет. Но я никак не могу победить то чувство, когда все-таки мы сходили в театр, и она идет счастливейшая, понимаешь? Если бы я хоть раз увидел, что мы сходили, она такая, да, блядь, нахрен мы ходили вообще? Познан, я спать лягу и так далее. Я бы еще остался. А так я каждый раз же вижу, что ей нравится. Поэтому я думаю, нет, мы пойдем опять. Я буду продолжать заставлять тебя быть счастливой. Ну, ладно, что, подумайте на досуге. Как говорит Познан, подумайте. А, кстати, видишь, из письма-то следует, что про отца мы тоже ничего не слышали, видимо. Мама одна, да? Ну, может быть. Может, она действительно боится. Чего мы этот вариант не рассмотрели? Чего боится? Ну, боится как-то залезть, влезть куда-то там, в чужую семью и так далее. А вдруг у нее был разговор с его женой, о котором он не знает? Я в самом начале сказал, мама, увижу. Слушай, ну, то, что не присутствует отца в письме, еще раз подчеркивает такую сильную привязанность к матери. Ну, да, и как будто бы, получается, как я сейчас тоже чувствую, и там мой брат наверняка чувствует, у нас папа-то ушел, и получается мы как будто бы, мы почему-то, вот, кстати, и я, и брат наверняка, мы почему-то думаем, что мы должны занять это место, знаешь, по отношению матери. Не быть детьми, а стать теперь кем-то, кем был для нее отец. Это тоже глупо, да? Ну, как будто бы, мне кажется, что место партнера, оно невозместимо. Да, я про это говорю, конечно. Но я же не могу быть партнером своей матери. Ну, конечно, но это не значит, что нельзя быть взрослым, ответственным и заботливым сыном. Ну, я все равно сын, вот в чем дело. Я иногда забываю, что я для своей матери сын. Я такой думаю, эй, типа, знаешь, я как с женой, как будто бы. Собирайся, я пойдем в театр. Блин, ты кто такой? Согласи получше, дебил бы. Мама, я люблю тебя. Здравствуйте, Руслан и Оля. Пойти со своей проблемой к психологу я пока не могу, и поделиться не с кем, вдруг не пойму. Мне 28 лет, я замужем уже 2 года, с моим мужчиной мы вместе 8 лет. Он замечательный муж, я очень его люблю, и никогда ему не изменяла. Но я постоянно влюбляюсь мимолетно в других мужчин. Сотрудник, знакомый, врач. Если у меня наладился дружеский контакт, я тут же начинаю романтизировать наши отношения. Думаю об этом человеке, и самое страшное, хочу этого человека. Это от этого мне очень стыдно перед своим мужем, который ни о чем не догадывается. Прям так уверенно. Мои влюбленности проходят так же быстро, как и возникают. Стоит только объекту пропасть с моего поля видения на недельку-две. Я не знаю, что с этим делать, насколько себя помню, я такая была всегда. Я постоянно влюбляюсь в актеров, певцов, блогеров, 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 в общем во всех подряд. Какой-то синдром 15-летней девочки-фанаты. И если честно, мне без этого скучно жить. Это будто подпитывает какой-то энергией, у меня повышается настроение. Пожалуйста, скажите, что вы об этом думаете, мне будет очень важно услышать ваше мнение о моей проблеме. Да, как будто бы не особо это и проблема, Ну, как будто это не особо проблема, потому что она не доводит это до дела. Да? Да. То есть это все остается в ее внутрепсихическом мире. То есть... Ну, да. Поэтому, как ты... Хотя ты усомнился, навряд ли муж когда-то может узнать просто о фантазиях в твоей голове. Я больше, знаешь, усомнился в том плане, что вполне возможно, что и муж так же делает. Ну, а что такого? Почему ты решила, что ты особенный? Типа... Я такое делаю? Это значит, я... Только я такое делаю. Как будто ей поэтому и стыдно за это, знаешь? Ну, что типа я... А, то есть она не допускает, что... Да, да, да. Нет, но она же не говорит о том, что она может фантазировать о других людях. Она прям говорит, что вот она встречает, ей мало-мальски кто-то нравится, она прям влюбляется, и пока у нее один не меняет на другой, она прям о нем думает. Все-таки она описала это немножко больше, чем просто фантазии от других людей, которые, наверное, там у всех здоровых людей присутствуют. Ну, вот у меня ощущение, когда я читаю такие письма, что в паре чего-то не хватает, да, или по-другому, как говорят психоаналитики, в паре чего-то не умещается. Что-то, что тебе нужно унести на сторону. Вот в паре чего-то не хватает, как будто там у них не хватает какой-то специи, а чувство вины – это прекрасная специя для пары. Потому что она говорит, что я испытываю угрызение совести. То есть она, когда находится со своим мужчиной, она испытывает вот это легкое угрызение совести, потому что у нее вот этот вот какой-то секретик в голове, причем такой пикантный секретик в голове, и как будто это вот добавляет. Насколько этот третий, да, репрезентирован в ее фантазиях, когда своим партнером мы не знаем, да, тут мы гадать не будем. Но точно вот это вот чувство вины, оно дает вот… Типа как будто из-за чувства вины она чуть лучше со своим мужем, чем она могла быть, да? Вот я говорю, что это типа как спет. Слушай, ну помнишь, я же уже не раз произносила эту странную фразу о том, что любовники и любовницы склеивают брак именно потому, что… Кстати, я заметил, ты заметила, никто против нее не протестует. Вообще никто. С ней так легко согласились на всех тех площадках, где она была выложена. Ну, то есть в Ютубе все-таки вообще ноль, ноль кто-то что-то прокомментировал в Инстаграме. Вообще все-таки да, да. Знаешь, ну как будто общество наоборот должно же такое быть. Эй, что там как гавкать, начать как собаки, все-таки да. Ну, в принципе, логично. Да. Ну вот как будто тут тоже какая-то такая виртуальная измена, и она возвращается с этим легким чувством вины. И есть ощущение, когда она говорит, что иначе мне скучно, да, то вот если возвращаться к второй части, когда я говорю, что в любой паре есть что-то, что не умещается. Возможно, в их паре не умещается скук. Они не умеют скучать вместе. Вместе именно? Вместе, да. То есть когда я говорю, что... Ну, слушай, не каждый день там в каждой паре какой-то феерический праздник, бесконечный карнавал, да. Есть дни или там несколько дней, когда становится просто скучно. Вы немножко, может, устали друг от друга. Это мем такой надо сделать. Ну, помнишь, есть про бабку с дедом, которая говорит, ты давно не говорил мне, я люблю тебя. И он говорит, я один раз сказал, если что-то измениться, я дам. Да, я дам. Надо такой же мем сделать. И сядут они вдвоем, бабка такая говорит, скучная. И дед такой, не говори, блядь. Что такое, что мем. Ну, в общем, и такие штуки тоже важно уметь перерабатывать в паре, да. А не типа, если нам вдруг стало скучно, значит, все пропало, да, и нужно... Да, я думаю, многие же этого боятся. Типа, нам скучно друг с другом. Что-то поломалось. Мы разводимся. Нет! Да, да, или начинают себя как-то, в общем, провоцировать на какие-то скандалы или что-то, хотя бы какие-то эмоции. Но это что-то, что тоже, типа, круто уметь вместе переживать. Вот у меня есть фантазия, что, может быть, как раз скука плохо умещается в их паре, и поэтому ей нужна все время какая-то вот такая специя для того, что даже если он там сидит, я уж не знаю, какими-то, знаешь, такими клише, смотрит футбол, или делает, ну, в общем, его взгляд не обращен на нее, то она может вспомнить про того самого врача, от которого она сегодня вышла и уже в него влюблена. Ну, то есть какая-то такая история. Так, подожди, тогда я чуть-чуть недопонял. Имеется в виду вот этими своими вымышленными виртуальными интригами. Она вот в отношении скуки... Что восполняет? Вот в отношении скуки, типа... Ну, что ей становится не по себе, если в паре становится скучно, и таким образом она себя развлекает своими фантазиями. А, типа, мне сейчас не скучно, я сейчас тебе изменяю. Ну, вроде того. О, прикольно. Не, ну, когда ты... Понимаешь, когда твоя голова занята влюбленностью, а она описывает, что она ее испытывает, тебе редко бывает скучно. Ты можешь даже сидеть, смотреть в окно, но если внутри ты чувствуешь влюбленность, тебе точно как минимум хорошо. Ну, она же как будто, знаешь, как будто рефлексирует на тему того, что я это испытываю к другим людям, а не к своему мужику, знаешь? Ну, при этом она вроде как пишет, начинает с того, что я своего мужа люблю. Ну, мы не знаем. А что если, типа, она просто по характеру такой человек? Ну, такой влюбчивый. В хорошем смысле слова, знаешь? Такой, о, прикольный мужик. Эх, вот бы. О, и этот прикольный. Ну, то есть, наверное, рассуждать, если как мужчина, будущий там партнер муж и так далее, как будто это гораздо безопаснее. Ну, типа, да выдумай себе все, что хочешь вообще. Вообще без проблем. Вон, обрати внимание на баскетбольную команду Юта Джаз, блядь. Вообще делайте там что угодно. Ну, понимаешь? Тем более, как мы уже обсуждали, фантазии – это то, что мы не контролируем. Это наше бессознательное. Поэтому все ее фантазии – это ее личное дело. Так, ну, тогда, подожди, тогда я не пойму. Ей стыдно за фантазии? Да. Такое может быть? Ну, вот она же тебе пишет, что она испытывает угрызение совести. Отсюда мы и отталкиваемся, что, значит, зачем-то ей нужно испытывать угрызение совести. Чего-то не хватает. Да. Либо все это есть, просто ты это не принимаешь. А, вот так ты решил, да? Еще раз завернуть один круг. Ну, у меня вот были там, например, не знаю, ездил я куда-то там в отпуск с девушкой, да? Не партнером моим, но просто знакомой девушкой. И вот я помню, был такой момент, я сидел так на балконе, где-то на море мы были. Я вот так сидел, что-то о своем думал, жестко о своем думал. А, сидит, пиздит и пиздит, понимаешь? Ну, это сейчас очень сексистски звучит. То есть у меня иногда был такой вопрос, что типа, а? Это сейчас так романтично прозвучит. Это, по-моему, даже в пару комедиях где-то было какие-то романтические. Причем ты такое лицо сделал. Не, ну, потому что я не люблю, чтобы это даже клишевато было. Ну, в том плане, ну, вы же иногда можете просто молчать сидеть, нет? Идеально. Да. Почему каждая минута вашей там совместной жизни должна быть чем-то заполнена? Ну, вот есть такие люди, знаешь, у меня корич такой. Вот я его, насколько знаю, он все время такой, так, мы что-то должны делать. Что-то. Купить надувную лодку. Куда-то ехать, блядь. Лететь. Копать. Что-то делать. Вот то, что ты говоришь, что как будто нужно заполнять каждую минуту, это либо в самом начале отношений, ну, потому что как будто бы... Это не только в отношениях. Это я про себя лично говорю. Вот у меня тоже такой юмор был, что мне казалось, мне кажется, что я писал такое, что мы не умеем отдыхать. Мы когда в отпуск приезжаем, мы в отпуск, блядь, должны что-то делать каждую секунду. Да, понимаешь? То есть мне потребовалось лет 15, чтобы понять, что, эй, все, сиди. Я вот последний отпуск на Шри-Ланке. Так великолепно было. Просто. Когда ты один вот так сидишь, у тебя тут какие-то фрукты, какой-то там, знаешь, кофе, я курю сигарету, я смотрю, как парочки бррррр, блэть, куда-то уехали. Вечером, блэть, такие брррр, приехали, просто говнище, уставшие, сгоревшие, блэть, там жара, понимаешь? Они все такие. Пойдет мне дискотеку, нет, мы спать, идем, нам завтра надо на пик Адама туда семь дней подниматься, блэть, я думаю, какой отпуск. Ну, понимаешь, вот про это говорю. То есть, как будто людям кажется, что им всегда надо что-то делать. Если вы что-то не делаете, не дай бог, вместе, значит, вы не вместе. Как будто бы не об этом вы как будто, нет? Поэтому она... На самом деле, как мне кажется, раньше, когда я особо не уставала, ну, там, сколько-то там лет назад, я когда приезжала на отдых, я не люблю пляж, я не люблю загорать, потому что мне нужно либо на серфе кататься, либо на чем-то. Ну, то есть, я не могу вот так вот. Смысл в том, что когда я первый раз... Я приехала, ну, там, не знаю, лет 10 назад на Панган, и я такая, трое суток ко мне никто не подходит. И я лежала трое суток, смотрела на океан, на лежаке. И после этого я такая встала и говорила, ну, ладно, что вы там, какие мопеды вы взяли, куда мы через остров едем? Ну, потому что правда важно чувствовать, если ты устал, то на отдыхе нужно дать себе возможность отдохнуть. Но мне кажется, если отвечать на твой вопрос, это еще много говорит о внутренней тревоге. То есть, если у тебя есть внутренняя тревога, ее уровень довольно ощутимый, то ты просто не можешь себе позволить три дня лежать и смотреть на океан. Потому что вот это свербящее ощущение внутри заставляет тебя действовать. И зачастую вот такие суперактивные люди, и те особенно, которые не замолкают еще, знаешь, потому что сидеть молча и выдерживать тишину очень непросто. Нет, я с трусогласен, потому что и у меня раньше такое было... Ты помнишь, я говорю раньше, как будто я излечился. Заметили? От всего. Да-да-да-да-да. Я капец какой парень. Раньше были все комплексы, сейчас... Сейчас же, ну, Иисус, следующий я. Я имею в виду, что я как будто пару лет назад в отпуск, знаешь, не мог ездить надолго. То есть я ехал, и через 10 дней я такой, я уже не работаю, я ничего не делаю, надо же писать юмор, проверять что-то, выдумывать новые форматы, знаешь, вот в таком ключе. Но, возможно, это потому что я еще, может, успокоился, потому что у меня есть какой-то там... Ну, как мне показалось, я такой, ну, ладно, уже сколько-то денег есть. Я там не дебил, знаешь, чтобы их протирать. Ну, и вопрос реализации. То есть все соответствует своему возрасту. То есть, типа, ну, естественно, когда ты проходишь только свое становление, и в том числе профессиональное, как раз нормально через 10 дней бежать и продолжать заниматься своим делом. Если ты хочешь иметь возможность в 40, как ты говоришь, расслабиться. Ну, тут еще, знаешь, некоторые люди на меня повлияли. Я вот со стороны посмотрел на них, и я такой, нет, я не хочу так жить. Я не хочу всегда быть на работе. Знаешь, всегда. Они на работе всегда. В субботу, в воскресенье. То есть в понедельник по крайней мере, безусловно, но это и субботы, и воскресенье. Я узнаю, сколько они отдыхали там, 10 дней. Я думаю, как ты 10 дней отдыхал? Ты всегда на работе. Ты 10 дней. Это, видимо, отдельная какая-то даже, наверное, может быть тема для письма. Они выполняются именно тем, что... Так может, она тогда просто не любит своего мужа, если она во всех влюбляется. Понимаешь? Что такое любит, что такое не любит? Мы сейчас с тобой уйдем в сложные. Ну... Ну, тогда мы можем уйти с тобой. А что назвать изменой? Физическую или дневная близость другим человеком? Это все банальщик. И фантазии от других мужчин. Я не говорю в негативном ключе, что она там, ну, если не любит, значит, шлюха. Ну, наши православные выводы эти любимые. Я имею в виду, что, типа, ну как, в тебе же может содержаться и прагматическое что-то, да? Чисто прагматичное, и капец, как удобно с этим человеком. Вообще блестяще. Они явно живут хорошо и проживут, может, там, долго и счастливо, и будут правнуки и все дела. Но вот это вот романтическое, может быть, к нему просто нету. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, просто что нету. Влюбляться во что-то недоступное легче же, чем в то, что рядом с тобой. Ну, безопаснее. Да. Потому что у тебя... Она уже 8 лет в браке. Какая безопасность? Нет. Ты все правильно говоришь. Безопасней. Я говорю, почему люди влюбляются? Она же написала. Актеры, певцы, блогеры. Потому что ты никогда с ними не будешь. Ну, возможно. Ну, смотри, мы опять вернемся, да? Брак стоит на трех китах. Да. Секс, деньги и дружба. Назовем. В прошлый раз коллективные отношения. Да, там люди запутались. Да, да. Ну, дружба. То, что у людей... Назовем это дружбой. Понятно? Да. Что между людьми... И если у нее именно на одном из китов, где секс, нужно еще о ком-то фантазировать, и ради бога. Это вообще не значит, что она не любит своего мужа, или что это не крутой брак, и вообще союз, и все круто. Я только это и хотел сказать. В каждой паре что-то не умещается. Нет ни одной пары, которая перекрывает... Это фантазия о рае. Что ты встретишь партнера, где у вас все, приятно, совпадет, что вам не нужно будет либо что-то выносить куда-то, да? Либо, наоборот, добирать что-то из-за этого. Это то, над чем я сейчас думаю, кстати. Что я точно понял, что я о своей будущей женщине мечтаю или рассуждаю очень идеально. Я такой, типа, нет, давай мы что-то примем, что будет что-то плохо. Сейчас я выбираю, что принять, что плохо. Поняла? Внешность, образование, понимаешь, какие-то такие вещи. Это очень смешно. Мы сейчас примем, где будет плохо. Ну, то есть, как у меня, ну, там, всю молодость делилась дилемма, типа, сиськи либо жопа, да? Что лучше, то есть. Потом я такой, ладно, жопа. Кстати, сейчас вышел сериал новый, где раскрывается тема про вот как раз, что мы выбираем. Что пока все ходили на четвереньках, начиная от животных, а оказывается, только мы и шимпанзе. Знаешь, да, это типа... Да, да, что-то я слышал. Ну, то есть, смысл то, что только, типа, люди и, по-моему, шимпанзе, возможно, я ошибаюсь, занимаются сексом лицом к лицу. Весь остальной животный мир, соответственно, иначе. Да, и поэтому только, ну, как бы, людей и шимпанзе может интересовать такой вторичный половой признак у женщины, как грудь. Потому что, соответственно, все остальные, они, в общем, ее и никогда не наблюдают. Ну, прикольно, что у тебя есть виртуальный мир. Ну, класс. Я лично точно ничего плохого в этом не вижу. Вообще. Ну, то есть, мне вообще кажется, женщина должна быть с полупридурковатой улыбкой все время. Знаешь, такое? Да, в целом, у мужика тоже. Вообще неплохо было бы, чтобы она была все-таки ответственностью партнера, а не плодом ее фантазии. Ну, это уже более глубже. Я думаю, что тут вопрос вот как раз про чувство вины, да, и про то, что ей как будто неудобно перед своим партнером, а я предлагаю ей посмотреть это как на специю и перестать себя винить. И это единственный, ну, так условно говоря, ответ, да, или там совет, который я могу дать. Ну, то есть, как мне кажется, зачем ей это? Я думаю, ничего плохого в этом нет. Вообще нормально. Я думаю, что и партнеры так делают. Вот в чем дело. Я думаю, все так люди делают, да? Что, не влюбляешься? Ну, в большей или меньшей степени, безусловно. Я хоть раз на неделю довлюбляюсь. Не обязательно в жизни, по телеку, в Ютубе еще где-то. Господи, блин, что? Я в НХЛ начал играть на PlayStation 2, там есть пару человек, которые мне уже нравятся. Это, кстати, странная, удивительная способность. Я даже спрашиваю, что это сейчас может затянуться надолго. Ну, знаешь, ты когда играешь в PlayStation, я там играю в НХЛ, и есть команды, я патологически не могу играть в Вашингтон. Вообще не могу играть. За Овечкина? Там играет Овечкин, там играет Кузнецов, Орлов. Хорошая команда. Я еще ни разу за них не играл. Я не знаю, почему. При этом я могу играть за очень странную команду, знаешь? Которая слабая по показателям, там какие-то странные хоккеисты. Ты боишься, что ты возьмешь Вашингтон, и если она проиграет, то дело будет только в тебе. Не-не-не-не, потому что если углубляться в хоккей, я играю за Тампу Бейт, за которую играют Кучеров, Сергачев. И она там, ну, гораздо лучше даже, чем Вашингтон. Я за них играю. Просто вот, знаешь, вот как-то я не знаю. Ну, не нравится мне, и вот хоть убей. То есть, какой-нибудь Сан-Хосе, который там в жопе от турнирной таблицы, я такой, давайте, давайте, сейчас ее. Я не знаю, зачем это. Я привел тебя в пример. Ну, ты же сказал, что есть олимпийские чемпионы, а есть... Да. Просто хотел оправдать покупку PlayStation на карантине. Я не понимаю, зачем я ее купил. Искренне понимаю. Затянуло? Да. Были бы мы ублюдскими блогерами, мы бы уже ее разыграли. Но хуй вам. Все достанется племяннику. Понятно? Все? Да. Музыка. Субтитры подогнал «Симон»